ШАБАТ ШАЛОМ СЕМ Я так рад о том, что Господь делает сегодня. Кто знает, что это день, который Господь сотворил? И кто будет радоваться и веселиться? Итак, каждый из нас, как этот маленький свет, даже ребенок — это свет, и даже самый старший ребенок, они побольше свет. Но когда мы вместе собираемся, мы сияем очень сильный свет и славы Божьей. Кто из нас имеет Христа внутри нас? Итак, нам надо просто сиять. Наша цель здесь, в Алшедай, это всегда было, чтобы принести Тору к народам мира. И мы знаем, что Библия говорит, что Тора есть свет, и поэтому мы хотим, чтобы наш свет сиял. Кто верит, что этот мир очень темный? Морально, духовно и даже физически. Итак, давайте встанем. У меня уникальное служение для всех вас сегодня. И давайте начнем с молитвы. Вместе. Иисраэл, Адонай, Эллохейну, Адонай, Экад, Барук, Шемкейвод, Мохуто, Леолам Ваед. Слушай, о Израиль, Господь Бог наш, Господь един, прославьте Его имя и Его величестную суверенность во веки вечные. И ты возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей силой твоей. Эти слова, которые я заповедую тебе в сей день, будут начертаны на сердце твоем. Ты научишь их своим детям во всей точности. Ты будешь говорить о них, когда сидишь в доме своем, когда ходишь по дороге, когда ложишься и когда встаешь. Ты завяжешь их, как знамения на твою руку. Они будут напоминания между твоими глазами. Ты напишешь их на пороге дома твоего и на вратах твоих. Когда слово вошло в мир, свобода пришла. Вся Тора существует только, чтобы установить мир. Ее высшее учение из любовь и доброта. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, что ненавидишь, не делай другому. Это и есть Тора. Иди и учи ее, почитая друг друга, делая добрые деяния и созидая мир. Это наше наивысшее повеление. Изучение Торы равно всем им, потому что оно ведет ко всем им. Будем учиться, чтобы учить. Будем учиться, чтобы исполнять. Это есть сервера жизни для всех тех, кто стойко держит за ее. И все те, кто держится за нее, находят радость. Ее пути приятные, и все стези ее есть мир. Помоги нам возвратиться к Тебе, о Господе. И тогда мы воистину возвратимся. Внови наши дни, как времена древние, как во дни нашей первой любви. Вместе, Отче наш, слушай на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на сей день, и проси нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукава, ибо Твое есть царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. Благодарен это, что я есть при Твоем лицом, Он Царь, живой и вечный, за то, что Ты восстановил мою душу со страданием. Велика Твоя верность. Аминь. Повинитесь кому-то и скажите, шаббат шалом. Пусть все дети выйдут наперед. Первое объявление. После служения в 2.30 будет Клуб Торы. Каждый шаббат это происходит. Это еженедельная молитва и проставление. Вторник, час, но начнется 5 в феврале, и дойдем больше информации на следующей неделе. Так есть время маны для тех, кто постарше, в четверг с 10 до 11.30, где обсуждают часть Торы. Как многие уже знают, или не знают, Дагуай отошел в вечность, и его порно будут завтра в бойзин, мальчиков и девочек клуб в Лейквуд. Вы можете это сфотографировать. Это будет завтра Лейквуд. Также я хотел упомянуть, что наши календаря вы можете использовать в этом году, потому что он идет до года 2025. Что важно про этот календарь? Это надо связывать Григорьский календарь с библейским календарем. И если вы хотите заметить, если что-то, что произошло, было сопадение, вам надо посмотреть на библейский календарь и заметить, и понять это. Есть многие, которые любят учить еврейский алфавит. У нас есть USB Aleph Bait, вы можете быстро выучить еврит, и вы также получаете бесплатно календарь. Когда вы получаете USB в теологии замещения, вы также получаете это искусство, и это даже переводили эти проповеди даже на корейский. Так есть филетовый USB, которые, это все торрые части за последний год, 80 часов, 1500 страниц, конспектов, также есть USB Amalek, где мы обсуждали про Amalek. Вы получаете бесплатный календарь, и это искусство. И я хотел опять упомянуть про мою книгу новую, которая называется «Америка воюет». Вы видите эти затмения, которые нас ожидают. это первая версия, но это же вы все знали. Она стоит 40 долларов, 39.95, но те, которые заказали ее перед январем 28, но завтра будет 24.95, и это будет за такую цену до февраля 29. И если вы хотите получить за 15 долларов, она надо заказать до полночи завтра. И после того, вы можете купить книгу, но она будет стоить 25. Она продается сейчас на Амазоне, но вы ее не получите, потому что они ее еще не продают, потому что мы ее еще не продаем. Мы надеемся, что во время первой недели марта наконец-то сможем ее отсылать. Это не какая-то маленькая книга, это книга с твердой обложкой. Есть много там картинок с цветами. Это не книга, я просто показываю, например, как она будет выглядеть. Это книга здесь. Есть эти все главы, разные цвета, первая глава, это как Америка идет к погублению, вторая это важность этих лун кровавых, так же цикл Шмидта, это цикл юбилея, то, что многие не знают, это значение этих затмений. 1967 это было 7 лет Шмидта цикла перед войной Йом-Капур. Это называется год юбилей, год юбилея, самый первый день есть война. Потом следующее запринение 2014-15 год, еще 7 лет цикла, перед юбилеем, и опять война. Вот, началось войной и закончилось войной. и я объясняю в этой книге все объяснения. Третья глава, какой календарь Господь использует? Не тот, связан с солнцем, с луной, или грянский. У него есть свой собственный библийский календарь. 4-я глава, как важность времени, Божьи определенные времена. 5-я глава, это затмения, которые будут в этих определенных дней, когда важно для Америки. Например, здесь, я не знаю, если вы это знали, но НАСА, она говорит про 12 тысяч затмений, которые за последние 5 тысяч лет. Эти 12 тысяч затмений, только 8 из них произошли в Америке. Два во время этого военной революции, другие во время другой войны, потом войны светлой знамом. Следующая война, 8 апреля 2024 года, она произойдет, где она произошла, в 2017 году, она еще отсюда до отсюда, это 7 лет спустя, и есть одна, которая встречает ее в Иллинойс, которая называется Маленький Египет. Есть Кайро, Фи, Гошен, даже египетский больница там. И это затмение происходит в тот же самый день, когда были это три дня темноты в Египте. Потом, неделю спустя, это произошло после войны, началось в Израиле. И в основном затмения не пересекаются, но эти пересекут два места. это называется треугольник, где очень много торгов людей в Америке. Это рабство. Это где эти затмения произойдут. Шестая глава, это понимая времена сезона. Я говорю о тех затмений, которые нас ожидают, и что они означают. седьмая глава, кто маленький, и кто был, кто есть. Восьмая глава, Ханука, Седар Алам. Это как что произошло в истории. Это в конце книги есть эти таблицы. Это показывает, как эти все казни только заняли пять недель. И эта тематика я доказываю. Другая таблица, сколько лет было детям Якова, когда эти разные события произошли. Когда они ушли от Лавана, им только было 6-13 лет. Если вы не знаете это, это что Яков оставался с Лаваном 20 лет. Первые семь лет у него не было детей. Все эти 12 детей имели очень короткий период времени. Когда мы решаем просить кем за то, что случилось с Диной, им только было 16 лет, когда они это сделали. Дина, которая, когда это случилось, только было 10. И все эти события стоят для нас. Потому что мы понимаем, сколько им лет было, когда продали Иосифа, 20, 60, когда Яков их благосовел. Это важные времена и даты. Первый раз историю, как эти события произошли. Это все до сотворения. и даже связанные с Григорионским календарем. Когда они были в Египте, вы видите, это было 22,62, от Адама, 14,93, это 15,500, когда они были в Египте. И вы можете возвращаться сюда. И заметите, это произошло в год юбилей или 7-го года. И также повредить по нашей поездке в Израиль 1-12 сентября. Эти места быстро заполнятся. я всегда ищу возможность, чтобы поехать в Израиль. Вы можете пойти на Юшер Тур, и вы увидите там Сужение. Итак, найдите то же самое Эл-Шедай поездка. Так, давайте встанем. Еще одно объявление. Это игрушки, которые мы делаем для детей в Израиле. Будет еще одна встреча для этих игрушек. Вот эти игрушки. Извиняюсь, что вы стоите. Для тех, которые пришли очень много в Израиле. Итак, девушки и женщины собирались вместе и также дома делали эти игрушки, чтобы они могли поддерживать детей в это трампированное время. Мы будем собраться вместе. не завтра, а через неделю, от 9 до 3, чтобы вместе собраться сделать это. А мне надо оставаться все время. Можете просто прийти на час, может два. И мы также произойдем, как вы можете эти домой взять. Так есть эти игрушки, как вы можете их связать вместе. И так это произойдет в следующей неделе от 9 до 3. и будет вкусный обед. Вам даже не надо быть девушек. Вы можете быть просто подростками. Девушки, вы также планируете еще одно событие скоро. Итак, ожидайте, что опять будет время, это время чая. я уже здесь. Да, мы все равно танцуем сзади. Да, я учу, как начать, если вы научитесь делать это мессианское прославление, танцы, мы танцуем во время прославления, вы можете меня увидеть, я буду сзади. Если вы о чем-то повредите, подойдите ко мне. Давайте помолимся. Наш Отец Насарь, мы так тебя благодарим, что мы проснулись, что мы живые, что мы здесь. Я прошу за тех, которые вокруг Соединенных Штатов, вокруг мира, которые здесь, чтобы ты дал нам глаза, которые видят, уши, которые слышат, и сердце, которые понимают. Твое сердце, мы хотим узнать, что на твоем сердце, о чем ты думаешь. Я благодарю, что ты нас ведешь. В имя Яшуа. Аминь. Аминь. У нас есть прекрасные дети здесь. Итак, мы здесь. Часть Торы Бешалах. Когда он послал Шалах, есть человек в Библии, кого имя, который был похож на это, о ком я говорю, кто-то в Библии, кого имя имеет Шалах. Проблема в английском. Метусал, 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 Метусал. Шалах означает послан, и поэтому кто-то из Израиля приходит сюда, он называется Шалиях. И это поэтому пришло слово апостол, тот, кто послан. И часть Торы сегодня, что прекрасно, это песня возле моря, называется Шаббат Шира, Ши-Хайям, это возле моря. И это почему у нас эта фотография, как они пробегают через море, потому что это часть Торы сегодня. И также мы будем говорить о песне Мариам, которая воспела возле моря. И знаете, чем эта часть заканчивается? Когда Амалик напал на Израиль. Не интересно ли это? Мы читаем это время года. Вот песня Мариама возле моря. Начнем Ислово 13, 17, 19. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филисимской, потому что она близка. о чем он говорит? Земли филисимской. Где-то по географии можно найти. Это часть газа. Это возле Египта. Самый быстрый способ попасть в обыдованную землю это место газа. Но Бог их так не повел. Ибо сказал Бог, чтобы не расхаялся народ, увидев войну, и возвратился Египет. И обвел Бог народ дорогу пустыню к Черному морю. И вышли сыны Израиля вооруженные землей египетской. Мой вопрос, кто эти люди? И он сказал, что люди испугаются. Это не только дети Израилевых. Это не кому оно обращается. Этот народ, это семейство людей, которые пришли из Израиля. И есть язычники, которые стоят часть Израиля, которые должны поддерживать Израиль, и мы заметим, что когда война произошла, если церковь уходит Израиля, и не хочет стать частью Израиля, война все покажет, верим ли мы в Ишиу или нет. Верим ли мы только, когда все хорошо, а когда все трудно, тогда мы не уверены. не видеть это на английском, но на еврейском, когда мы читаем выраженные из земли египетской, это готово для войны. Сыны Израиля были готовы для войны, как сейчас, они сейчас воюют. И проблема не с Израилем, а это множество, которое стало части Израиля, о ком Бог переживал. «Взял Моисей с собой коси Иосифа, ибо Иосиф клятвой заклял сынов Израил, сказав, посетит вас Бог, и вы с собой вынеси коси Мои отсюда». Итак, Левит 23, 6, 8. Я отвечаю для месяца летого, пятнадцатый день, положим месяц праздник Описанка Господу. Итак, какой-то месяц происходит Пасха Нисан. Пятнадцатый день Нисан, это последние месяца. Когда мы читаем пятнадцатый день, что вы видите? Новая луна или полная луна? Полная луна. Полная луна, это всегда полмесяца. И Господь говорит, 7 дней есть пресняков. Первый день будет у вас священное собрание. И также седьмой день также священное собрание. У меня здесь календарь. Мы знаем, каждый шаббат это суббота. Но также 14-го, также 15-го вообще-то, вот 14-го Нисана, Эра Песок, когда убивают этих пасхальных акций, 15-го Нисана, это суббота или священное собрание. Он говорит, седьмой день, также суббота или священное собрание. И так есть 4-е суббота в течение 2-й недели, потому что праздники также суббота, несмотря какой день недели они появляются. это будет очень важно. Что мы замечаем? Первое, вот луна, это посредине месяца или первое месяце? Посредине, конечно. Вот море, они застряли, и фараон за ними погнался. И они вопьют Богу, говорят, что вот фараон. У них этот океан или море впереди их, и они думают, что нам делать? Исход 14, 11, 13. И они кричат на Моисея, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умереть в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Нет, сами говорили, мы тебе в Египте, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам раб и египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисея сказал народу, «Не бойтесь, стойте, и увидите спасение в Господе, которое Он заделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите во веки». Что удивляет меня, это, что они только ушли из Египта, и они уже переживают про свою жизнь. Им лучше быть в Египте, чем убереть пустыню. А их детей, которых только убили в Ниле пять недель назад, они даже не вспоминают своих детей, которых только убили. Они хотят проблемы, они только беспокоятся о себе. Они сказали, нам лучше жить в Рапсе Египте, кормить. Сколько людей здесь? Если государство дает мне деньги, я рад. Быть часть государства и часть мира. Нам надо иметь сравнение, это, что мир хочет сделать, чтобы у всех была стипендия месячная, вы можете просто играть в игры весь день, и никаких неответственностей. Заметьте это, и двинулся Ангел Божий, шедший предстанным Израилем и пошел позади их. Вернулся Истоп облачный от леса и Истоп позади и вошел в середину между странами Израилем и был облаком и мраком для них и освещал ночь для других. не сблизи одни с другим. Если темнота и свет похож на сотворение, в то же самое время Израиль ходит в свете, а Египет в темноте. Это как копье или меч, оно может тебя убить или спасить тебя от операции. Итак, мы должны понять, если есть война и нет войны, несмотря что происходит. Это все не важно, если мы любим Господа, потому что идеальная любовь и занять страх. Если вы любите Господа, вам не надо бояться того, что человек вам сделает. Я вам говорю. Может, в одном смысле, мне как-то легче, потому что я столько раз почти умер. Очень много поставили пистолетов в моей голове и сказали, мы тебя убьем. Я в важных, очень больших авариях, проблемы с... Мне чуть не скушали львы. Также был этот оксидент на самолете. Если это не мое время, я не умру. Бог сосчитал наши дни. Он не забудет цифру. Мне не надо про это переживать. Если я умру, я никак могу это изменить. Я просто сказал, Бог, помоги исполнить мою миссию, потом забери, когда я готов. это что надо понять, что нельзя иметь страх. Иссоте 14, 19, 22. Иссоте Сангер Божий есть это облако мраком и освещал ночь для других. И что Бог сказал? Простерей свою руку Моисею. Игнал Господь море сильным восторжим ветром всю ночь, взял море с сушей и раступились воды, и пришли на здравую среди моря по суше. Это настоящее чудо, что оно было суша. Можете представить? Вы думаете, что-то будет очень мокрое, как грязь, и что-то все застрянет. Это все это, даже египтяне могли проехать, и потом оно стало грязью. И мы видим Божью руку. И мы вспоминаем Ботия, когда Бог разделяет разные вещи. Он разделяет опять Моисей, и сейчас вода возвратится назад на египтянам. Когда Моисей протянул свою руку, и вода разделилась, можно тут вспомнить человек, кто первый прыгнул в воду. Как его звали? Первый человек, который прыгнул в воду. Когда Моисей принял свою руку, вода не сразу начали отходить, пока кто-то не сделал этот шаг веры и прыгнул. То, когда он прыгнул, Накшом, это он прыгнул, Накшом, это лидеры коленей Иуда. Потому что это он первый, который прыгнул в воду. Когда они двигались, он был первый, потому что у него не было страха. И что мы читаем? Накшом, он также глава колена иудейского. Сказал Господи Моисей, «Прости руку твою на море, и доброти отца воды на египтян, на колеснице их, и насадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода восчет свое место». А египтяне не мешали навсечь в воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла коснице садника всего войска Фронова, вошедшая за ним в море. А санайзайвы прошли по суше среди моря. Воды были стены по правой и по левой сторону. Это почему это свитки так написано, чтобы все видели, как есть стены воды, и потом они пробегают посредине. Это оригинальный свиток, вы можете это сфотографировать. Они могли это сделать на английском, но почему они не сделали это? Очень много пропущено в вашей английской Библии, которая интересная. Если вы помните, Пасово когда происходит? 14 Ниссана. Следующий день, 15 Ниссана, это суббота, несмотря какой-то день и день. 21 тоже суббота, потому что последний день, вот это неделя Пасы, в полночь, это когда все первенцы умерли, и потом 15 они собирают все свои вещи, и они идут. И потом 21 первый день праздников праздников, это тоже суббота, это когда они пришли, море. Это все произошло в одну неделю. Вот они бегут через это море. Но смысл в том, суббота, они идут на субботу, они несут время на субботу, но они понимают субботу. Суббота это свобода, и это почему они могли нести свои вещи, дальше, чем миль могли пройти, потому что суббота, смысл это освобождение от рабства. И что мы замечаем в Терезуконе 1.3? 40-го года, 11-го месяца, первый день месяца. Какое имя 11-го месяца? Библейское имя. Похоже на Шаббат, Шаббат, месяц Шаббат. И это было первый день месяца. Терезукон 1. Терезукон происходит за течение 37 дней. Вся эта книга написана. Моисей собирается умереть, и он дает свои последние слова обудрения перед своей смертью. И он занимает 37 дней. И он повторяет все, что произошло. И что интересно, в каком месяце мы сейчас? Шаббат. Мы читаем, что они ощутили то время. Сейчас Моисей, если бы мы там присутствовали, он бы говорил Терезукон к нам. Что мы замечаем? Захарий 1.7. И вы знаете, что еще происходит в этом месяце? 24-й день 11-го месяца. Это месяц Шаббат. 24-й день единственного дня месяца. 8-й стих. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между мертами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пехи, белые. Это похоже на откровение. Я верю, что эти кони начнут ехать в каком-то году во время Шаббат. день произойдет. Я верю, что произойдет в то же время. Я верю, что кони откровения в каком-то году будут в этом месяце идти. на следующих выгодных будет 24 Шаббата. Терезаконие 31.2 И сказали им теперь мое день рождения. Мне исполнилось 120 лет сегодня. И так Моисей родился в этот месяц. Он также умер тот же день, который он родился. Это седьмого дара. И как мы знаем, Шаббат первое, целый месяц это 30 дней, потом 7 дней до Адара это 37 месяц, который он умер. Терезаконие 34.7.8 У Моисея было сколько, когда он умер? 120 лет, когда он начал отварить. Он умер на свой день рождения. Но зрения его не притупились, и крепость в нем не источилась. И оплакивали Моисей сыны из на роднинах моевицких 30 дней. И так Адар 7 Шават 1, и они плакивают 30 дней после смерти 7-го Адара, 7-го Адара, 30 дней, это уже будет Ниссан, 7-ое число. 30 дней. Адар 7, через месяц, это уже Ниссан, 7-ой. Иисус Навин 1, вот 7-го Ниссана. Они придут и Ирда 3-е спустя. Итак, Иисус Навин 1-1-2. Посмотрите, Моисея, раба Господня. Господь сказал Иисусу, сыну Навину, служителю Моисею, Моисей, раб мой, умер. Итак, Сань, приди через Ирда, Иоаннсей. Ты и весь народ сей в землю, которую я даю им. Иисус Навин 1-10-11. И дал Иисус повеление надзирателями народа и сказал, пройдите по страну и дайте повеление народу, скажите, заставьте себе пищу для пути, потому что спустя 3 дня вы пойдете за Иоаннсей. Они плакали смерть с 7-го шавата, а Дар 7-го плакали 30 дней от Дар 7-го до Ниссан с 7-го числа. Такое, через 3 дня мы перейдем в Иордан. Это уже 10-го Ниссана, когда они пришли в Иордан. Иисус Навин 1-10-11. И дал Иисус повеление надзирательным народам. Пойдите по стране и дайте повеление народу. Спустя дня вы пойдете за Иордан. В том 18-19 си. Когда священки не ошиб человек в Чех, Завета Господня, вышли из Иордана, то лишь только стопы ноги вступили на сушу, вода Иордана усмелась по своему месту и пошла как вчера 3-го дня. И вышел народ из Иордана 10-й день первого месяца. Когда мы думаем это море, когда разделилось, и вот Иордан опять тоже разделилось. Кто был возле Иорданской, кто раньше никогда не был возле Иордана. Иордан это от той стены до суда. Да, она не такая большая. Даже есть меньше места, где оно меньше места занимает. Да, но круто, как эта вода разделилась. И заметьте это. В эти три дня от седьмого до десятого что происходит во время этих три дня, когда они собирают свои вещи? Два человека они соглядатели, чтобы видеть, что их ожидает в битве. Иисус Навин 2.1.2.2. И послал Иисус Сынавин из Сетима 200 лет датай и тайн и сказал, «Пойдите, смотри землю Иерон». Иисус И смотрят на своих врагов, что у них есть. Иисус с нами 2.23. Таким образом, два сети человека пришли назад, сошли с горы, пришли Иордан и пришли к Иисусу Сыну Навину, и предсказали Ему все. Все это произошло 10-го, уже 11-го до 13-го. Они будут перегодить Иордан. И мы читаем Иисус с нами 5.5. Весь вышедший народ был обрезан, но весь народ, родившийся в пустыне, на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. Восьмой стих. Когда весь народ был обрезан, оставался он на своем месте встанет до коленей и выздоровел. Когда мы подумаем с обрезанием Авраам и все остальные, они ждут три дня, чтобы полностью исцелиться, как в Сигеме мы читаем. Но делайте то, что написано. Никто из евреев, которые родились в пустыне, исполняли пасову. Потому что все время в пустыне, когда они праздновали пасову, большинство людей даже не праздновало пасову, потому что они родились в пустыне. Те, которые вышли из Египта, были обрезаны, но не все умели пустыне. Все, которые вошли в обитовную землю, они были обрезаны, и поэтому они никогда не были обрезаны. И так, ну, от два миллиона до одного миллиона. Так все они умерли. Кроме Галева и Иисуса Навина. Все остальные умерли. Значит, был год, когда только Иисус Навин и Галев, и, может, пару других людей, которые исполнили эту пасову, потому что они одни были обрезаны. Об этом интересно подумать. Иисус Навин 5.10 «И стоялись на Израиле с Таном Халгалией и завершили пасову 14-й день месяц вечером на равнинах Ерихонских». Это был их первый пасов в Битовной земле. Иисус 12.34. Первый день пресноков. Люди взяли свою еду при тем, прежде чем оно вкисло, фашлы их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. Первый день пресноков – это когда они несли свои вещи и убегают из Египта после пасы. Седьмого – это когда они перешли это море, и они несут все эти вещи. Они боятся, потому что бронза ими следует. Моисей протягивает свою руку. Суббота. Смысл субботы – это свобода. Когда мы говорим о человеке с этим засосшей рукой, который был силен в субботу, Иисус говорит, «Вы думаете, что Моисей бы не хотел, чтобы этот человек исселился?» Он говорит, «Вот, все эти люди, всем людям Он сказал, прийти это море на субботу и выйти с земли в субботу». Парисеи не понимали субботу. Проблема не была с субботой. Смысл – он, Бог хочет избавиться от всех этих неправильных пониманий о субботе. Так, надо поспешить. Я закончу это. Когда был Моисей, который появился перед Фароном? Ему 80 было. 80, когда он явился перед Фароном, сделал первое чудо. А Аарону сколько было? 83. Он был 3 года старше. А Марияме было 85. Она была 5 лет старше. Моисей 80, Аарону 83, когда они впервые явились перед Фароном, и казни начались. А потом мы начинаем, что ему было 120, когда он умер. 120 минус 80 – это 40 лет пустыни, и Аарону было 123, когда он умер. Это означает, что 40 лет странствования, это также были, включали эти язвы. Эти 40 лет начались, когда Моисей стал перед Фароном. И оно должно так произойти, если Моисей был старше, так он бы умер, когда ему было, может, 121. А если он был моложе, значит, ему не было 80, когда он явился перед Фароном. Итак, Иисус 16, 2, 3. «Возраптал все общество сыновь Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. И только спаслись из Египта, и они уже ропчут. И сказали, ой, если бы мы умели от руки Господня в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб до сыта, бы вывел в нас в эту пустыню, чтобы все собрание этого морит голодом». Они так быстро забыли, что только месяц назад убивали их первенцев. Очень трудно понять их, как они думают. Очень многие любят быть в рабстве. Многие люди наслаждаются не делать решения, не иметь свободу. Они хотят, чтобы кто-то за ними позаботился. Они не хотят эту ответственность. Они любят быть в рабстве. Это ужасно. И что мы читаем? И Бог сказал, я могу что-то найти для вас. Сказал Господь Моисею, вот я дожью вас хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы им не испытать его, будут ли они поступать по закону Моему. Почему им надо собрать только на день? А почему они не могут воскресенье собрать на целую неделю? Мне легче это на целую неделю, и потом им надо просить Бога целую неделю. Почему это происходит ежедневно? Потому что Бог хочет увидеть вас каждый день. Я хочу избавиться от них. Вы даете им достаточно для года, и говорите, я увижу вас через год. Но Бог говорит, я даю это ежедневно, потому что я хочу вас видеть. Мы должны прибегать к Богу каждый день. Когда мы собираем эти богатства, мы не нуждаемся Богу. Но если мы живем ежедневно, тогда мы ищем его каждый день. Это Иисус сказал, очень трудно войти богатому в Царство Небесное. Это дай нам ежедневный хлеб. Не хлеб за целый год. Иисус 16, 25-29. Если это сегодня, ибо сегодня свободу Господня, сегодня не найдете его на поле. И что происходит? Некоторые вышли, чтобы найти Манну. Там ее не было. А что интересно, это Медраж. Вы знаете, на Адав и Абиху. Они были не самых лучших людей. Те, которые боролись в Египте. И Моисей постарался им помочь, а потом они возмущались. И они также присоединились к Коре, к ним возмущение. Дафан и Абирам не хотели, чтобы Моисей поверил в Моисею. Они взяли часть своей части и высыпали на землю. И сказали, вот Моисей обманывает, потому что вот мана, которую они высыпали. Но птицы пришли и скушали, а потом они не пришли. И это было доказательство, что Моисей говорил правду, они были обманщиками. Иисус 17, 1-3. И думалось, все общество снова... Дайте нам воды пить. Что вы украли? Искушайте Господа. Жажили там народ воды. И роптал народ на Моисе. Зачем ты вывел нас из Египта? Умрет жажда нас и детей наших. Еврейское слово говорит, он старается спать. И целую ночь вокруг его... Говорят, в аду, Моисей, мы хотим в аду, в воду. И читаем Иисус 17, 4-8. Моисей возобил Господу и сказал, что мне делать с народом всем? И сказал Господь Моисей, пройди пред народом и возьми с собой некоторых истречных землях. И жазл твой, тот, который ты имел перед фараоном. И этот жазл, который он использовал возле моря, и он в своей палатке, он вытягивает свой жазл, и они испугались, и они убегают. Он защищает себя этим жазлом, когда он уходит оттуда. Все уходят, такие, о, жазл, который ты ударил по воде, возьми в руку твою. Итак, Моисей так сделал и назвал то имя Маса Мерива по причине украинства новой зайвы. Потому что они искушали Господа, говоря, если Господь среди нас или нет. И пиши, амилекотяне. Амалик и события с Амаликом всегда происходят после ропота и жалобы. Если хочешь быть, увидеть Амалека, начните роптать и жаловаться. И думать, есть ли Господь среди нас или нет. И сходят 17, 15, 16. И строил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иогово Ниси. И что это означает? Господь моя брань. Ибо сказал он, брань у Господь против Амалека из рода в род. Из рода в род. Каждое поколение будет эта война с Амаликом. Даже, особенно поколение, которое не имеет веры. Я верю, что наши поколения не имеют веры. И это, почему я верю, у нас будет война с Амаликом. И как нам, да, приготовиться. Давайте встанем и помолимся, и потом возвратимся. И будет еще больше интересного. Есть способ, вы можете перекусить снизу. Будет это перерыв, и потом я закончу. Наш отец на царе. Я так тебе благодарю за всех тех, которые здесь присутствуют. Я благодарю за тех, которые имеют тези, уши, которые слышат, глаза, которые видят, сердце, которое понимает то, что ты говоришь нам. Ты хочешь предупреждать. Ты всегда предупреждаешь перед тем, когда ты приводишь в суд. Нас опять, опять предупреждал. Помоги нам послушать и приплизиться, чтобы полюбить тебя, потому что здесь любовь, нету страха. Мы не хотим иметь страх, чтобы все прибегали к тебе, всем сердцем, душой и телом. И мы благодарим тебя со всех вокруг мира, которые в эти последние дни собирают деньги, чтобы восстанавливать твое царство, потому что это, что никогда не закончится. Мы очень вложим в твое царство. Мы благодарим за те, которые мира. Мы доверяемся только тебе, что мы можем стать этим большим светом вместе, все вместе, чтобы мы могли прославить тебя во имя Ищуа. Аминь. Вместе. Благословен ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной, ты благословил нас торой твоей правды, ты благословил нас всем советом твоего живого слова, через силу твоего Духа Святого, через законченного дела, Мессия Ищуа. Ты посадил между нами жизнь вечную. Благословен ты, Господь наш Бог. Аминь. Можете идти на перерыв, если учусь приобрести книгу, перед тем, как цена умножится. Дайте нам знать. Аминь. Аминь. Ты так благ. Ты так благ. Ты такой прекрасен, что прекрасна. Да какая глубокая твоя любовь для каждого из нас. Ты так нас любишь. Мы твои дети. Ты наш отец. И отец. Некоторые дети не чувствуют себя сильно хорошо. У них есть болезни, слабости, физические, может, раны, может, они даже в госпитале. Мы очень помылились о тех, которые мы знаем и любим, чтобы ты дотронулся к ним. Физически, душевно, несмотря на их нужды, обнови их силу. Мы также помолимся те, которые имеют финансовые нужды. Может, них нет дома и нуждаются где-то в машине. Мы твои руки и ноги и используй нас, чтобы ответить на эти нужды. Пожалуйста, используй. мы также молимся о нашем народе и те, которые вокруг мира смотрят нас, помните о ваших лидерах, военных лидерах, религиозных, пусть они все возвращаются к тебе. Мы хотим мир на земле. Мы хотим настоящий мир. Единственный способ, как мир может прийти, когда ты возвратился. И мы не можем дождаться твоего возвращения. Мы также молимся о Израиле, когда у них сейчас война происходит. Мы молимся, когда скоро будет по истории Амалика. Мы просим, чтобы ты защитил свой народ, своих детей, и возвратил их сердца к тебе. Во имя Ишиоа. Аминь. Вы можете присесть. Одно, что мы проверили перед служением, это кто нас смотрит по интернету. У нас есть люди, которые из Израиля, Южной Африки, Мумбай, Индии, Германии, Африки, Канады, всего мира и вокруг Соединенных Штатов. На 45 Штатов, которые сейчас нас смотрят. Итак, давайте похлопаем для них. Так прекрасно, что все вокруг мира нас смотрят. Это великое движение, которое происходит. Бог будет в церковь. Я думаю, пробуждение будет в церкви. Одно, это чтобы пробуждение пришло в Америку или какой-то другой народ, чтобы покались, но нам надо первое пробуждение в церкви. Первая церковь должна проснуться. И вот, мы углубляемся в Евангелие. Так важно, чтобы люди понимали Новый Завет с перспективой евреев. Если вы знаете Библию от еврейской перспективы, вы будете делать разные ошибки. Итак, мы читаем Марка 9, 30-32. Иисус и его чеса оттуда проходили честь Галилея, и он хотел, чтобы кто узнал, что он Мессия, и выучил своих учеников и говорил им, Сын Человеческий предан будет руки Человеческие и убьют его. И по убиению в третий день воскреснет. Но они не разумели, а спросить его боялись. Подумали вы об этом? Вы когда-то об этом стихе думали, что Сын Человеческий будет убит, передан руки Человеческие, что Он будет избит. Почему они боялись спросить? Почему они даже не спросили, кто Сын Человеческий? Не только они не поняли, что Он был Сын Человеческий. Им даже было теряно, кто такой Сын Человеческий, который должен умереть. И они боялись спросить. Многие боятся спросить вопрос, почему они думают другие, потому что они глупые. И если кто-то говорит, что кто-то будет убит, я бы сказал, «Ешиу, объясни мне больше». Нам нельзя бояться спрашивать вопросы, чтобы понять. И я спрошу это вас также. Сколько из вас, имеющих на своем сердце, вы открылись другому и не даже не слушали вас? Вы понимаете это чувство? Да, ты все печально рассказываешь. И они сказали, как они отвечают, «О, ты видел, как Си-Хокс играл?» Я бы их захотел ударить. Мне кажется, это как Христос себя почувствовал. Сын Человеческий. Когда он сказал, Сын Человеческий будет предан, о ком они думали, кто они думали, был такой Сын Человеческий? Если вы вряд ли, что Сын Человеческий, если вы тогда жили и услышали, конечно, вы бы хотели узнать, кто такой Сын Человеческий. Давайте я вам объясню. Это не ваши конспекты, вы можете их добавить. Данила 7, 13. Он видит видение, как Сын Человеческий, который идет на тучах, и Он пришел, и Его приблизили. Сын Человеческий, это обращается к Мессии. Говорят, Сын Давида, это также слово для Мессии. Матфея 12, 23. Все были удивлены. Они сказали, не Сын, это Сын Давида. Не Мессия ли это? Давид жил много лет перед ним. Они не говорили о Сыне Давида. Когда они говорили это слово, они знают, что Мессия придет через Давида. И когда они сказали, не это ли Христос, Сын Давида, они спрашивают, не это ли Мессия? Он даже был Сын Бога. И я увидел, что Он Сын Божий. И Есюа есть Сын Человеческий, Сын Давида и Сын Бога. Марка 9, 33, 37, пару сего спустя, пришел к дабы в доме, спросил их, о чем дороге вы рассуждали между собою? Они молчали, потому что Марка 9, 31, мы считаем, что Сын Человеческий будет предан и убит, и они боятся его спросить, а о чем мне говорят? Кто больше? Они даже не слушали. Здесь вы стараетесь объяснить, что вы будете убиты. А им самое важное, кто больше? Вы же дорогу рассуждали между собой, кто больше? И Сев прислал 11 и сказал им, кто хочет быть первым? Будем всех последним. Потому что он уже знал их мысли и всем слугою. И взяв дитя, поставив его посреди них и обняв его, сказал им, кто примет одно из таких детей во имя мое, тот принимает меня. А кто меня принимает, тот не меня принимает, но пославшего меня. День, когда это все происходит, они уходят, и он говорит, что он будет убит очень скоро. И о чем они переживают, это кто будет больше. Он берет ребенка и говорит, вы должны быть садиками, как эти дети. И на следующий день, читаем, что произошло. Марк 10.1, отправившись оттуда, приходят пределы детские, заедантскую сторону. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему, он опять учил их. Сколько, как часто нам надо, чтобы что-то было повторено? И что мы читаем? Марка 10.13.16. И приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же допускали приносящих. Почему они не допускали их? Вот дети, они бегут, они хотят увидеть Иисуса, а родители хотят, чтобы Иисус затронулся к ним. А ученики отталкивают и детей, и родителей. Почему? Они стараются устроить свою церковь. У детей нет силы, у них нет богатства, у них нет власти. Избавьтесь от этих детей. Это просто проблемы. И только Христос сказал, что Царство Божие, это как дети. Они хотят устроить свое царство. Они хотят люди с властью, с деньгами. И это, когда этот молодой, богатый человек приходит, они сказали, поближе, поближе. Он отворачивается и уходит. Он не хочет все отдать для Христа. Увидев то, Иисус возникло два. И сказал, допустите детей прийдите ко Мне, и не препятствуйте им, вы таких есть Старство Божие. И сына говорила, кто не примет Старство Божие, как дитя, тот не войдет. И обняв их, возложил в руки на них и благословил их. Бог сказал, я нещу людей, которые только думают о себе, которые думают смысл жизни в них и как они помогают мне своим богатством, своей силой, властью, как будто Бог нуждается в них. Он хочет, чтобы у нас было сердце, как у дитя. Ребенок просто доверяет. Они просто доверяют. У меня 80 где-то племянников и плесняцев. Позже у меня пять старших сестер и два старших брата. У них очень много детей. И мой малыш брат также имеет много детей. Я помню, я не помню, сколько ему было, может, два или три. Я его посадил сверху холодильника и я его держу, что я его сейчас прыгну. И он просто падает в холодильник и просто доверяется мне. Дети, им интересно то, что интересно. Они не хотят контролировать. И мне интересна сила. Они понимают, что они все не знают. И поэтому мы не нуждаемся в людях, которые все знают. Мы хотим иметь людей, которые любят и готовы слушать. У детей нет силы, не власти, нет богатства. Они хотят строить царство и поэтому ученики отвергают их. И потом я молодой когда выводил на путь, подвержал некто вот мужчина прибегает к нему и говорит, учите благие. И он говорит, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Мы только о себе думаем. Почему они спрашивают, что могу сделать, чтобы принести людей в царство? Как много людей в хрианстве. Они сказали, если я верю в Христа, мне все равно святей нету. И мне интересен интерес отношений других. Просто использовать Христа, когда им нужно. Но тот человек был фарисеем. Было семь видов фарисеев. Семь видов. Потому что вы не можете всех одну группу. Первые это были фарисеи, которые всегда думали, какая моя работа? Что мне сейчас надо делать? Им надо что-то было постоянно делать, чтобы попасть на небо. Другие фарисеи, что я сделал неправильно, чтобы я мог покаяться и делать доброе дело. Все, что они неправильно делать. Потому что они хотели чтобы почувствовать, что они невиновны. Есть этот фарисей, который смотрит за плечо, потому что не хочет увидеть, если другие заметят его доброе дело. Есть слепой фарисей, это тот не хочет смотреть на женщину. И поэтому он закрывает глаза и врезается в стену, когда женщина входит. Я увидел это в Иерусалиме. Это где-то было, где Starbucks, где-то кофе. Девушка приходит, этот один мужчина, он увидел ее и начинает ударять стены, и он старается убежать. Они все равно существуют. Есть фарисей, которые слушают Богу из страха, тот кто служит из любви, и фарисей, кто любит объявить, подождите мне, пока я сделала это доброе деяние. Первое, я присоединюсь, но первое, позволь мне сделать это доброе деяние. Смысл всегда о них. Марка 10, 19, 20, знаешь заповеди, «Не прелебодей свой, не убивай, не кради, не лжи, сидеть чувствуй, не обижай, печайся от твоего и мать». Он же сказал ему ответ, «Учитель, все это сохранил от юности моей». Иисус сказал, «Те одного не хватает». Зану на его полюбил его, и сказал ему, «А давай тебя не достает, пойди все, что имеешь подай, сел за мной, взяв крест». Он же смутившись от всех слов, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И вот они принимают этого молодого богатого человека, у которого есть сила, богатство, но еще ему просто объясняет, и он угодит. И еще не надеется, чтобы больше людей присоединилось к нему, чтобы он мог иметь влияние. Есть церкви, которые хотят, чтобы у них были люди из НФЛ, которые пригодили ихнюю церковь. И еще все равно. И это, что столь прекрасно. Марка 10, 32, 37, когда Ишу говорил, что сын человеческий будет убит, и они прозоверят кто самый больше, и он приводит этого ребенка. На следующий день дети приходят, и не стараются их оттолкнуть. И это куда мы приходим. Марка 10, 32, 37. Когда были они на пути, воссадя в Иерусалим, и Суш шел прийти их, они уже ссались и святой за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и сын человеческий, он говорит, не я, а сын человеческий, предан будет пресвященникам и книжникам и осудят его на смерть, и предут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплють его, и убить его. Они думают, Яков и Иоанн сказали, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал на этом вопросе. Сказали, что хотите, чтобы я сделал. Они сказали, дай нам сись у тебя по правой и по левую сторону. Он говорит, я сейчас буду убить, и все, мне побьют. А им самое интересное, кто выше, превыше, или кто больше. Это что произошло только день перед тем. Они все равно думают о себе. Вот дети без силы или власти, их оттолкают, если это правитель богатый, который приглашает, и он уходит. И вот слепой Варти Мэй, это следующая история. Бог старается нам объяснить это. Есть то, что часто повторяется. Это как Христос отвечает своим ученикам, даже не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Придет Ирюгон, и когда выходит с учениками своими и множеством народа, Барти Мэй, слепой, сын Тимея сидел в дороге, прося милостыни. Что Барти Мэй означает? Сын Тимеев. Бар это сын. Бар Тимеев. А что Тимеев? Нечистый. Вот. Мое имя сын нечистивого. Я сын нечистый. У него не самое лучшее имя. Он даже слепой. Он просит милостынь. У него нету своих денег. Никто не хочет его, чтобы он работал на них. И поэтому он все получает от милостыни. Он слышал, что это Иисус на заре, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Но не заставляй его молчать. Но он еще более стал кричать, сын Давидов. Помилуй меня. Иисус остановился и вел его позвать. Завод слепого и говорят, не бойся, вставай, зовет тебя. Первое, что он делает, он сбросил себя в верхнюю одежду, встав, и пришел к Иисусу. И теперь Иисус спрашивает, что, чего ты хочешь от меня? И это, что он спасил также своих учеников перед тем. Иисус сказал, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, вера твоя спаса тебя. И он тот час прозрел и пошел за Иисусом по дороге. И это еврейское мышление этой истории. Чтобы быть пекарь, вы должны иметь пермит. Пермит от государства. И эта одежда была вообще-то чтобы просить у других надо было одобрение от дарства. Хотя ученики не понимали, что Христус был Сын 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 Мессия. И этот богатый правитель не хотел оставить богатство для Христа. А этот попрошайник оставил свою верхнюю одежду. И он говорит, это больше не кем я являюсь. Он приходит к Иисусу, он его исселяет. Он был готов отдать все, чтобы исследовать за Иисусой. Даже перед тем, как он был исселен, он избавился от своего способа, как получать деньги. Я тебе все отдал. Это прекрасно. Это прекрасно. Вы не получали эту картинку. Вы получаете эту одежду, которая показывала, что вы можете просить удара. Это его идентичность, но он это оставил. Это показывает, что он слепой. Иисусуа меня зовет, поэтому это больше не нужен. Это не уже моя идентичность. Он готов избавиться от всего, что он имел, чтобы последовать за Христом. У него была вера. По вере. Это доверие. Вы знаете, что Бог дал каждому из нас часть веры. Именно 12.3. «Подай на мне благодать, и всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Каждому из нас была дана мера веры. Подумаем об этом. Это маленькое семя, горчичное семя. Каждое сердце получает горчичное семя. мы все получили эту меру веры. И приводим к Лухе 17.15.5.6. И сказал апостол Господу, «Умножь нас веру». Господь сказал, «Если бы вы имели веру с зерно горчичной, сказали, «Испокойся сей, и старой гнисти, и присадись в море, то оно послушалось бы вас». Ответил ли он на их вопрос? Он не ответил на их вопрос, «Как умножить». Почти каждый пастор и церковь не понимает этот стих, что Ешуа сказал им, «Не надо, чтобы ваша вера умножалась». Это глупо. У нас есть это семя крисичное, оно может перевинуть горы. Проблема является в том, что вы не знаете использовать эту веру. Если у вас есть компьютер, у вас очень много RAM, и вы возмущаетесь, что вы нуждаетесь больше RAM, а ты даже не знаешь, как использовать то, что ты имеешь. Это смысл этой истории. Вам не надо умножать веру, потому что если вы будете использовать эту веру, можете много сделать. И он дальше отвечает следующих пара сихов, когда он говорит, как действовать на их вере. Не надо не умножать, просто действовать на ней. Луки 17, 7-10. Кто из вас имея раба, пасущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажете ему, пойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажете ли ему, готов мне поужинать и подпоясавшись уже мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Санет ли он благодарить раба всего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы. Вот есть слуга, и вот они плашут землю, и они кормят животных, вот эта маленькая девушка кормит, если это раб, не думайте про раба, просто тот, кто работает на другого, и они кормят животных, вы не будете им идти покушать, потому что они покормили животных, чтобы они покормили тебя, и тогда ты можешь пить и кушать, и потому что он работник, ты не благодаришь, потому что это их не работа. Итак, что здесь происходит? Давайте я вам объясню. 1 Коринфянам 13, 1-3 Если я говорю языками человеческими ангельскими, а любви не имею, то я имею звенящие, великим валом, звучащие. Если я имею пророчество и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы представлять, а не имея любви, то я ничто. Если я разомстить меня и дам тело мое насажение, а любви не имею, нет никакой пользы. Вот человек, который имеет всю веру и все отдают, чтобы прокормить бедных, почему они не делают, чтобы получить этот приз на вельник, или они учитывают эту славу, или они делают, потому что они любят бедных. Это смысл вопроса. Читаем дальше. 1 Коринфянам 13, 13 А теперь бывает все три. Вера, надежь, любовь, но любовь из них больше. Почему любовь больше? Потому что любовь это что позволяет использовать другие два. Галатам 5, 6, ибо в их естественном не имеют силы ни обрезания, ни обрезания, но вера, действующая любовью. Какой смысл иметь машину и не иметь ключей? У меня это прекрасная машина, крутая, Мерседес, Роллс Ройс, вам скажут, поехали куда-то, а ты скажешь, у меня нет ключей, нет смысла в этом. не помогаетесь, если нет ключей. Опять, Галатам 5, жесть, вера, действующая любовью. 13 стих, в свободе призваны вы, братья, только вы, бы свободу вашу не было подавляем вхождению, но любовью служите друг другу. И весь смысл в том, что нам надо служить друг другу. кто любит кого больше? Родители любят ребенка больше? Или ребенок любит своих детей, своих родителей больше? Конечно, родители больше любят своих детей, чем дети любят своих родителей. Почему? Почему? Это кто влаживает другого. Это тот, кто любит больше. Родители любят больше, и поэтому они дают все своим детям, чтобы им помочь. А дети ничего не влаживают в родителей, поэтому нет не такая великая любовь. Это почему Бог хотел, чтобы люди приняли жертвы, потому что он знал, чем больше они жертвуют, чем больше они начинают его любить. Да, Богу не нужны были деньги. Бог не хотел кушать какого животного, или какую-то овечку. Бог хотел иметь отношения, и он знает один способ, как люди будут его любить. Это если они что-то влаживают в эти отношения. Это смысл десятины. Это смысл всех жертв. Мы любим тех, которые мы даем. И поэтому это была цель всего этого. Это что нам надо понять? Луки 9, 57, 62. Знаете, как я запомнил этот стих? Мне всегда интересен способ, как запомнить, когда я думаю о Луки 9, 57. Я думаю про Хайнс 57. Хайнс это кетчуп, который вы ставите на жертву. И это про эту жертву. Итак, это как я запомнил Хайнс 57. И это как я знаю, что здесь написано. Существует, что когда не будет пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Твой, куда бы ты ни пошел. Иисус сказал, если не имеет норы, кисли небесные гнезда, а сын человеческий не имеет где, этот человек исчезает. А другому сказал, «Сидуй за Мной». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти погреть отца Моего». Иисус сказал, «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, отойди благовец и царство Божие». Пару проблем появляются здесь. Я хочу, чтобы вы это поняли. Он говорит, «Господь, но первое, дай я себе послужу». Господь, первое, дай я себе послужу. Ну, как-то странно случится. Но кто думал о этой фразе «Предоставь мертвым погребеть своих мертвецов»? Все просто, когда вы понимаете еврит. У евреев есть два способа, как хоронить. Первый раз это то же самое здесь, как человек умирает, и вы их захораниваете, потом вы ждете целый год, когда уже все тело исчезло, и вы берете эти кости и в другом месте хороните. Он говорит «Твой отец уже умер. Почему тот лежит целый год, чтобы его опять похоронить? Он уже умер». Это смысл этого. Да, нет ничего греховного в том, что хочет погребить своих детей. Не надо ждать, когда второй раз его надо погребить или захоронить. Итак, еще другой сказал «Я пойду за тобой, Господи, но прежде я проститься за мошьи моими». Иисус сказал «Никто возложит руку свою на плуг и заражит назад неблага на Джорджин». Ты как в России, который всегда смотрит назад. Если вы будете так ездить, то вы будете выглядеть, как я езжу. ставим дальше, Луки 12, 54, 56. Иисус говорит к народу, когда вы видите облако, поднимаешься с запада, ты сейчас говорите, дождь будет, и будет так, и бывает так. Когда дует уже ветер, зной будет, и бывает. Лицемеры, лица земли, и небо вы знаете, имеете, а времена сегодня не узнаете. но до сегодня они не могут правильно понять время, в котором они живут. И это смысл моей книги. Прочитаем Иоэль 3, 2. Это где мы сейчас находимся в Иссоре. И соберем все народы и приведем их в Данину Иссофата. Итак, это долина Кедрон. И там произведу над ним все за народ мой и за наследие мое Израиль, которое они рассели между народами и землю мою разъедили. Этот момент, война с Израильем после Хамаса в Газе и на Союзе Газа строят очень ровные. Кто будет контролировать Газа, когда война закончится? Это смысл этой войны. Израиль не хочет контролировать Газа. Да, они хотят, чтобы Хамас не победил и не возвратился. Они не хотят, что Хамас тоже правил там. Они хотят, чтобы палестинцы тоже там правили. народы, народы. Вот флаг Израилья и флаг Палестинцы. Я не хочу, чтобы была часть для Палестинцы, часть для Израиля. Это развод сейчас. Что мы делаем с Газой? Станет ли это два народа? И читаем дальше. 9-10-10. Провозите это между народами. Приотовьтесь к войне. Когда они постараются разделить эту землю, Бог скажет, время для войны. Возбудите храбрых, пусть поднимутся все ротоборцы. Перекуйте роллы ваши на мечи и серпы ваши на копья. Сабы, пусть заверите силен. Это время войны. Есть время мира, есть время войны. Сейчас время войны. После этой битвы теперь пусть ваши мечи были оралы и ваши копья станут серпы. Это время для войны, когда они стараются разделить Израиль. Чтем дальше. 13-15. Пусть идут дело серпы, ибо жатва созрела. Это книга Иаиль. Идите спуститесь, ибо точило полно, ибо точили приливаются, потому что слаба их велика. Толпы, толпы, долины суда, ибо близок день Господь на долине суда. Солнце влам померкнут затмение прекрасное, которое наслаждает последующих три года, эти времена, которые Бог определил. Звезды потеряют лес ксой. И мы читаем, что Бог восстанет против каждого народа, потому что они разделили его землю. «Пусти петель в дело серпа и божатого созрела». Откровение 14,18. «Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел жертвененько, великим криком отстегнул к имеющему острый серп». Говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозья винограда». Это связано с Ие Илью. Бытие 49,10. «Вред об Иуде, как он законодатель будет. Такой не придет примиритель». Примиритель это еще одно имя для Мессии. Ему покорятся народы. Это когда мы все воскрес с ним и собираемся к нему. Он привязывает к виноградной лозе осьленка своего и лоза лучшего виноградного сына осьлицы своей. Моет вине одежду свою и крови хвостов одеяния свое. Потому что это время осени, время винограда, блестящих очей его от вина и белые зубы от молока. Елиль 3,18. В тот день горы будут каплять вином и холмы потекут молоком. Все русла иудейские наполнятся водой, а из Дома Господня выйдет источник и будет напаять долины сети. Это когда гора разъясется на две части, если это живая вода идет этим два моря. И что потом нас ожидает? Елиль 3,19. 21. Это очень интересно. Египет сделает запустение Едом. Это Амалик. Это Исаав. Исаав это дедушка Амалика. Потому что они приясняли сынов иудяных и проливали невинную кровь в земле их. Это только что Хамас закончил делать. Иуда будет жить вечно Иерусалим в роды родов и с моей кровью которая не смол еще. И Господь будет обидать нас сегодня. Как он сказал мне будет война от народа до народа. Здесь он говорит Амалике Иерусалим будет всегда существовать в роды родов. Амоса 5. Вы которые превращаетесь в отраву вы знаете что трава это небесная звезда и правду повергаете на землю кто сотворил семи звезд и Ориен и притворяет смертную тень ясное утро а день делает темным как ночь призывает воды морские и разлет их по лице земли Господь имя его давайте мы потемнеем свет и покажем это это стеллерия у меня есть приложение которое написано где все что происходило вот это Ориен о которой мы говорили вот это его пояс все его здесь видят в этой ареи вот семьи звезд вы знаете что это семьи звезд о чем говорится это плейри это сесер и вот они собраны вместе и это возле Торес это бык и это Алэф это Бог это семь церквей защищены в сердце Божьем в Алэф в быке если вы помните в Египте и в Израиле когда они смотрели марте и апреле они видят этот Бог Агнец и вот он здесь здесь мы замечаем Орайан у него большой топор он старается напасть на Эрис на бык но Бог Алэф у него семь сесер внутри и он защищает их и это битва которая происходит в небе и это о чем говорится и это только видно над Израилем в марте и апреле как Эрис был для пасы так я верю что будет победа над маленькой весне это о чем говорится когда мы все ставим вместе откровение и третий ангел протрубил и великая звезда упала и она упала на третью часть воды и имя звезда было написано это говорится о том что происходит на небе и третья часть сало и многие умерли потому что это была невкусная вода вот великая битва это было найдено Персия но вот пелестинцы и Израиль они стараются привезти к морю но то что придет и гнев Божий и последние дни и это битва сомалика и это все показывает к этому году это почему надо быть готовым и подумать я играл шахматы малого возраста очень часто это меня научило что надо идти на передние шаги думать о передних шагах но надо думать что у всего есть последствия и тогда нам надо действовать чтобы как в библии написано идеальная любовь изгоняет страх и так надо всем покаяться чтобы не было страха о будущем так давайте встанем наш отец на царь мы тогда благодарим за эти дни которые мы живем потому что ты любишь нас и то чтобы мы тебя любили всем что мы имеем мы не хотим быть дети которые думают только о себе и не думаем о других и о твоем сердце и как мы можем достичь других для тебя смысл не в том чтобы мы спаслись а чтобы другие спаслись я прошу чтобы ты дал глаза которые видят уши которые слышат сердце которые понимают то что в твоем сердце мы можем проводить время с тобой чтобы мы могли узнать про твоих переживаний чтобы мы могли служить тебе Мы твои руки и ноги на земле. Используй нас, чтобы как ты нас создал. Но ты мог поставить нас в любое время в истории, но ты поставил нас сюда, потому что ты хотел, чтобы мы были здесь в это время. Ты создал нас целью. Покажи нам нашу цель в жизни. Итак, я прошу, чтобы ты говорил к нашим сердцам. Мы твои дети, ты любишь нас. Помоги нам понять, что нам надо делать для тебя в это время. Потому что ты не только хочешь нас блазвить, ты называешь нас своими детьми. И поставил свое имя на нас. И это почему ты сказал Аарону говорить эти слова. Да благослови тебя, Господь, и сохраняй тебя. Да призывай на тебя, Господь, светлым лицем своим, и помилуй тебя. Да обратит Господь лицем свое на тебя, и даст тебе мир. Самое прекрасное имя. Айе Ашер Айе. Аминь. Увидим вас на следующей неделе. Не забудьте подписаться, если вы хотите купить книгу за 15 вместо 25.